Первая брусника, она такая кисловатая Мы еще и погоду выбрали такую замечательную Да, для сбора ягод Собирать бруснику с таким видом Это не каждый вообще себе может позволить Дорогие зрители Это невероятно Ого, вот это встреча Вот какой хорошенький Он тоже сыроежка, только называется синявка Потому что он такой вот сиренький немножечко Вот она, вот она, вот она рыба моей мечты Боже, Дима, смотри, я встретила своего принца Посмотрите, какой красивый мухомор Эх Я нашла этот грибочек белый, смотри, какой красивый Ой, смотри, какой хорошенький На Сахалине рыбу можно ловить даже на палку Катя Ты почти Катя, ты знаешь, что женщина с пустым гидром Это плохая примета? А, ну не пустое Я тут уже кое-что насобирала Могу даже с тобой поделиться Да, с голоду мы с тобой точно не помрем Но мне приятно видеть, что ты увлечена собирательством Да, ты знаешь, на Сахалине очень многие люди увлечены собирательством Особенно осенью здесь есть, что пособирать Это прям вот такая вот настоящая сахалинская традиция Но это вдвойне хорошо, потому что, честное слово, я никогда ничего не собирал Поэтому для меня это будет впервые Сегодня мы отправились в Макаровский район для того, чтобы показать, что здесь можно пособирать Мы, это краеведы Катя Федорова Дима Глаченко Погнали! Почему Макаровский район? Да это же кладезь дикоросов Климат здесь одновременно морской и континентальный Это значит, что и ягода на горных склонах хорошо вызревает И в лесах полным-полно грибов Наша первая остановка – село Восточное Пустые ведра пока что Я рассчитываю наполнить вот это ведерко до самого верха Наполнить чем, Катя, главный вопрос? Я в ягодах не бум-бум Что тут растет? Здесь очень много всяких разных ягод растет Я вот прям даже отсюда иду, у меня уже слюни текут Я вижу, здесь поля просто брусники невероятные Любишь ты вот капустку с брусничкой? Не знаю, наверное Очень вкусно Ну и вообще брусничный сироп, брусничный сок, брусничный компот Ну и наша самая главная цель, конечно, найти клоповку Что такое клоповка, я тебе расскажу чуть попозже Ну вот, подожди сейчас, бруснику быстро соберу Брусника Почувствовали кислый привкус во рту? Эта ягодка растет не на кустах или деревьях Официально это полукустарник Причем многолетний, вечно зеленый и ветвящийся Сахалинский климат брусники по нраву Ее вы найдете и на западном, и на восточном побережьях Дима, иди сюда Я тебе бруснику покажу Как может быть такое, что ты в Мурманске жил и не видел бруснику? Нет, ну бруснику-то я видел, ты чего? У нас такие же сопки, у нас полно ягоды Не факт, что я ее собирать ходил А, ну на, попробуй, посмотри, какая она прям сладкая, свежая сейчас Брусника – колладезь витаминов В ней несколько десятков разных кислот, минералов, спиртов и фенолов Собирать бруснику для жителей Сахалина – это действительно просто обыденное дело Ее, правда, очень-очень много На рынке в сезон брусника стоит по 350 рублей за литр А здесь, в восточном, возле трассы, такую баночку отдают за все 600 На юге Сахалина эту ягоду начинают собирать в августе И до первых заморозков в середине октября Первая брусника, она такая кисловатая А вот та, которая такого бордового цвета, вот такая вот, она уже очень сладкая Обожаю, прямо с куста Каждый раз, когда зимой потом я простужаюсь Я всегда завариваю себе какой-нибудь компотик из вот этой брусники, собранной осенью Потому что здесь невероятная концентрация витамина С И болезнь проходит намного легче, выздоравливаешь быстрее Настой и морсы на основе брусники врачи всего мира рекомендуют для профилактики ОРВИ, гриппа, инфекций И в целом повышения иммунитета Собирать ее несложно, а если еще и взять с собой специальный комбайн Катя, это что такое? Это читерство Это что такое, Катя? Вот Ну-ка, я посмотрю, ну-ка, на, подержи На самом деле такое себе, такое себе Потому что туда забиваются и листья, и всякие палки И вот ничего почти не остается Ягод очень мало Кстати, еще брусника природный консервант Поэтому ее добавляют в квашеную капусту или маринады Она сохраняет соленья долгое время А можно просто положить ее в морозилку и доставать по необходимости Например, в пироги добавлять Катя, иди сюда Я нашел куст Ой, нет, не клади себе ведро это Это же другая ягода, ты что не видишь? Это брусника, что-то ты мне врешь Нет Это совершенно другая ягода, это костеника Она тоже съедобная Но для того, чтобы ее собирать, не нужно было ехать далеко от южного Ее очень много Просто сладкая вода на вкус, ничего особенного Да ты мне врешь, потому что собираешь его быстрее меня Я нашел кустик, давай, это моя брусника Костеника, брусника, черника, шиповник Полезных ягод на Сахалине множество Но самая знаменитая – красника Которую настоящие островитяне настойчиво требуют называть клоповкой Это невероятное такое явление, и она очень вкусная Вот этот вкус Обалдеть, какой необычный вкус, серьезно Друзья, мы нашли золотое место Но мы вам где оно не скажем, а то вы все сюда приедете Клоповка – это сахалинский бренд На самом деле она растет и на Камчатке, Курилов, Хабаровском и Приморских краях И даже на севере Японии Но популярность свою получила именно на нашем острове Запах – главная особенность клоповки А вкус – как будто клопа съел Ни с чем не сравнить Видишь, вот эти розовые листочки Это на самом деле и есть клоповка Только нужно немножечко свой прицел Да, пока мне сложно перестроить зрение с костяники на клоповку Поэтому давай поменяемся с тобой ведрами Нет, давай не поменяемся, а сделаем вот так Всю брюхнику сюда На Тебе пустое ведро Мне клоповку А тебе клоповку Видишь, это удача Ты сейчас найдешь, полное ведро наберешь Да, я тоже верю Ну, блин Удача она такая Давай собирать Да, как тут? Сейчас я присоединюсь Ты все съел уже Я сначала должен распробовать ягоду, охотник Лето на Сахалине было жарким И клоповка в этом году на вес золота Местные говорят, ее выжгло на солнце Поэтому и ягод почти нет Дима, я нашла три ягодки Как твои успехи? Отлично, пока что ноль А нет, стоп Ииии Вот она Вот она Вот она Пока не нашел Едва наступает ягодная пора Толпы сборщиков устремляются в эти поля Неудивительно, что мы не собрали полные ведра клоповки Вот тут даже открывается не то, что азарт Какая-то жадность человеческая, что ли, просыпается Уже и дождь идет Уже вроде бы все нормально И набрала себе на компот И на зиму мне вполне хватит Но невозможно остановиться У меня в одной руке клоповка В другую я продолжаю собирать бруснику Конечно, если клоповку Диме отдам Он же ее съест все быстро Ягоды клоповки богаты флавоноидами Аскорбиновой кислотой Дубильными веществами А также микроэлементами Говорят, что сок ягоды понижает давление Но я знаю, что это не конечная точка нашего сегодняшнего путешествия Конечно На Сахалине нужно кроме ягоды еще много всего собирать Да и ягоду можно собирать в разных местах Поэтому сейчас еще вот эту полянку изучим Ну, пожалуйста, посмотрим Ну, вдруг там есть Ну, как не удовлетворить твою любопытство Пожалуйста А потом дальше поедем После съемок этого выпуска я наведалась на рынок в Южно-Сахалинске И что вы думаете, я там увидела? Клоповки полно Только собирать ее надо было севернее А почем клоповка? 1400 1400, да? За литр А это откуда? Север-Сахалинская вообще? 150 за литр Сахалинская? Нет, север-основная Из ягод ужин не приготовишь Поэтому мы отправляемся дальше Теперь с горных склонов в лес В селе Заозерное поворачиваем к реке И с удивлением обнаруживаем Река кипит Собирательство на Сахалине, Дима, это не только про грибы и ягоды А вот, например, на реке собирать голыми руками можно рыбу Вот она, вот рыба моей мечты Просто руками лови Ребята, это невероятно Пожалуй, горбушу от нереста отрывать не будем Пускай лосось размножается А вот по дамбе прогуляться можно Это даже интересно Ты хочешь проверить на прочность сооружения, которым уже больше века, да? И которым не пользуется? Нравится мне твой настрой Только давайте первый полезешь А потом, если ты упадешь, то я это Не полезу Мост – это бетонная основа японской плотины Которую в 40-е, 50-е годы прошлого века Использовали для сбора воды Когда сплавляли лес по реке Лозовой Посмотри на эти скалы Они выглядят очень эпично Мне кажется, я прям все откуда Норвегии ощущаю сейчас Очень крутая стена И знаешь, если была бы спокойнее вода Это как полноценная вучка для прыжков в воду Прямо отвесная Очень круто Я такого не видел, кстати, раньше Прямо за дамбой мы решили пойти в лес Надо собрать грибов на ужин Как ты себе так прикольно навязал ведерко? Это что, лукошко такое? Вот такой вот вам лайфхак, Катерина Чтобы можно было двумя руками собирать все И складывать Но у меня главный вопрос Мы сюда приехали собирать что? Мы приехали собирать грибы И вот тебе лайфхак для грибов А не то, что твои руки там и веревочки Так что сейчас я как наберу грибов Быстренько ножичком их чик-чик-чик А ты будешь там ковыряться Самый надежный способ не заблудиться в лесу Иметь карту, компас и уметь ими пользоваться Или установить правильные приложения на телефон Которые даже без интернета подскажут, где вы Но у нас ничего нет Ты хочешь березового сока? Что происходит? Нет, я просто знаю множество историй Когда ушли люди в лес за грибами И потом их по неделям искали Поэтому давай делать засечки Чтобы в случае чего хотя бы понимать Куда нам возвращаться Ой, я думаю, что мы найдем путь по жирным комарам Которые будут летать по всему следованию Уже искусали всего Фонарик, спички, вода Ничего этого у нас тоже нет И это плохо Не делайте так А в сахалинских реалиях Лучше бы еще фальшвейр взять Как ты относишься к медведям, Дима? К медведям я отношусь очень хорошо А главное, чтобы мы с ними никогда не встречались Вот Я сейчас сразу У нас с ними, знаете, отношения издалека Вот так бы я назвал Тогда, чтобы они были издалека, нужно громче говорить Сейчас напомнила мне так бабушку мою Она немножко у меня глуховатая Тоже так громко разговаривает Вот ее бы медведи точно все боялись Грибной сезон на сахалине Август-сентябрь Покупать грибы – мавитон Ведь можно самим насобирать их Тихо! Стоять! Стоп! Повернулись на меня! Я далеко даже не ушла Посмотрите! Я нашла! Грибы, грибы! Блин! Дима, такие грибы можно есть? У тебя коронавирус был? Да Я вам, кстати, не говорил, Катенька Что в грибах я большой спец Я как, знаете, как распределяю Вот смотрите Хотите это есть? Нет Не едите Все В грибах мы не очень-то эксперты Что тоже добавляется к списку зря Надо почитать пару статей перед поездкой Или картинки распечатать Вот этот гриб называется волынка Смотри, Дима, я нашла волынку Понюхай Вот так должен пахнуть съедобный гриб Вот понюхай Чувствуешь? Точно короны не было у тебя? Не знаю, у меня температура вторая А вот такой гриб кладем себе в котомку Пошли дальше А вот эти грибы, Катюша, эти грибы можно есть? Подожди Это вот, которая первая Это поганка Да, она пахнет прям горечью Как будто какой-то пахнет Помню, в детстве пожилая соседка мне рассказала Что это волынка Но на самом деле это обычная сыроежка охристая Вполне съедобная В лесу оказалось полно грибов Я нашла какие-то очень красивые грибы Я не думаю, что они съедобные Но они очень красиво сидят Смотри, прям в мху такие красотки Грибочки, да, красивые Это точно они съедобные грибы Вот самое главное правило грибника Не уверен, не бери Не уверен Так, Катя Мы все дальше в лес И все меньше шансов на грибы Понимаешь, кто ищет, тот найдет А кто не ищет, а ноет, тот никогда ничего не найдет Смотри, какая красивая поляна Лес, вон какой прекрасный Березки Знаешь, что мне это напоминает? У меня в детстве на кухне такие фотообои были Да у всех, у всей страны они были Помнишь, березы? Согласна Мы нашли ваши фотообои Вот они Первая попытка захода в лес неудачная Какое-то не грибное место мы выбрали Сделаем еще одну Я не вижу, где наша машина Ты видишь? Я помню, что она где-то в той стороне И... Ну, сейчас будем громко кричать Идти, может водитель нас услышит Самое главное в лесном походе Обязательно взять с собой что-то поесть Потому что если вдруг вы заблудились Вам нужен чай Ну и... То, чем можно перекусить И зажигалка И нож Это чисто сахалинская примета Выйти из леса непонятно где В Макаровском районе И увидеть Нефтепровод Потому что здесь Прямо под нами Идет труба И качается нефть Которая приходит к нам потом В порт пригородная в Корсакове Это хорошая примета Если пойти по трубе То придешь в Корсаков Так что не потеряйтесь А в какую сторону кайдете? А если в другую сторону пойдешь Придешь в Аху Или в Ноглики А, ну ладно Поэтому в любом случае Выйдешь к населенному пункту Продолжаем грибную охоту С пустым ведром Я уходить не намерена Вот, это те же самые волынки Только они такие уже гнилушки Знаешь, что это такое? Это вон там червячки Вот видишь, съеденный На самом деле это можно есть И в голодные 90-е Уж простите меня Мы такое ели Интернет пестрит На Сахалине полно белых грибов Маховиков Лисичек Подберезовиков Опят Ну где же они? Я искала грибы Ну что я нашла? Я нашла пустые бутылки Ну это кошмар Я не понимаю Ну люди, как сюда? Почему здесь? В диком лесу Вы умудряетесь бросить мусор? Ну как вам не стыдно? А под ногами Кроме мусора Одни поганки Яркие, красивые Но несъедобные Но наконец-то Удача мне улыбнулась Смотри, какой у меня гриб Хорошенький Дима Смотри, какой беленький Слушай, Катя Я тоже нашел Смотри, какой красивый Интересный Может, его тоже возьмем В сомнительную корзину? Нет, такой гриб Я бы даже рекомендовала Руки помыть После того, когда ты его выкинешь Это известный Известный Мухомор Почему Интересно Ядовитые грибы Такие красивые Ты можешь его сфоткать Вот Единственная польза От этого гриба Понятно Я свой белый Сейчас тоже сфоткаю А вы потом скажите Чей гриб был Красивее Мне кажется Мухомор тоже Его не ценят В том месте Где я нашла Этот прекрасный 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 Белый гриб Они обычно Ростут семьями Должны быть еще Поэтому давай Просто исследуем Поляну вокруг А если семья ушла И дома был Только один дед В смысле Он Додумаешь Он брошенный Ну Нет У них так это не работает Здесь нету Просто ты был прав Один дед Остался дома Это белый гриб Одиночка Ему не нужна семья Он один Самодостаточный Гриб Вот она Добыча Нашел Не знаю Что это за гриб Ну Опаньки Выглядит он Выглядит неплохо Я думаю То что Катя проверит его Ставлю 90% На его Съедомность Оп Дима Смотри Я сыроежку нашла Смотри Какая красивая Красненькая Прикольный грибок А что это у тебя Это у меня Это у меня Вау Нифига себе Не знаю как называется Но Ну ты сейчас меня уделал Конечно Это тоже белый Это белый гриб Не знаешь Это больше чем мой В два раза Семьи рядом не было Не было да Тоже гриб одиночка А ты иди посмотри внимательно Хорошо Сыроежка его получается Можно сразу сырым есть Можно Но я не буду Я его пожарю После трех часов поисков Мы наконец-то поняли В чем секрет Искать надо В сухом лесу С просветами А еще лучше На пригорочке Так Катя Скажи мне Вот это вот Съедомное Упс Нет Выкидывай Что это за гриб Поганка Поганка Зараза Поганки выглядят Так привлекательно Так всегда Да Вот как женщины Вроде выглядит красиво А поганка А трава На ужин насобирали Не будем откладывать На берегу реки Лозовой Разбиваем лагерь И ставим сковородочку Пошкварчать В программе Картошка тушеная С грибами И вот эти всякие Гнилушки срезай Потому что Там живут червяки Зачем нам с тобой Червяков на ужин кушать Гнилушки выкидываем Вкусненькие червячки Потреск костра И легкий морской ветер Вспоминаем этот день Уже в темноте Приготовился наш ужин Поесть Посмотреть на звезды И заснуть под шум волн Мечта Ну что ж Мы с тобой встречаем Утром на таком Потрясающем пейзаже Посмотрите Друзья Завидуйте нам Да Если вы хотите Проснуться возле моря Выйти из палатки И увидеть Потрясающие виды То вам обязательно Нужно ехать на Сахалин И обязательно Остаться с ночевкой Но у нас Есть еще одна традиция Которую мы не можем Просто пропустить По утрам Нужно пить кофе Где бы мы ни находились Нужно его варить Мы заранее вооружились Турками Молотым кофе И прямо на природе Варим утренний напиток Что у тебя за чашка такая? Это чашка термоса Это необычный термос Это термос моего деда Я его Оставил себе на память И вожу его по всем городам И странам Где я бываю живу Кручко Советский раритет Память о деде Термос с Ахалиной Термос с Ахалиной Шикарное начало дня Кофе, море, крик чаек Вид на хребет И приятная компания Этот выпуск получился Больше о флоре Сахалина Но как всегда Богат на впечатление Те самые Такие нужные всем Кто устал от трудовых Будней И стремится отдохнуть душой На лоне Необычайно богатой Островной природы Не упускайте Свой шанс Стать краеведами Спешите скорее Навстречу Своим Сахалинским приключениям Наш опыт Собирательства Еще на Очень низком уровне Но мы с тобой Попробовали И считаю этот опыт Успешным Согласна с тобой А вот ради таких Пейзажей Ради таких завтраков Я вот абсолютно Точно понимаю Почему я живу На Сахалине Это прекрасно Да Пожалуй Как я говорю В каждой передаче Таких эмоций Впечатлений Как на Сахалине Сложно получить Где-то еще Мы будем вам Рассказывать Про наш Прекрасный остров Мы это краеведы Катя Федорова Дима Глаченко Пока Ведро Ну придумаем Иди-иди Иди-иди С грибами Собирали Собирали Их тоже Компаниями Какими-то Вот Не знаю Что сейчас С ребятами Случилось Но они пропали По-моему Лет до 8 Боже Дима Смотри Я встретила Своего Принца Катюш Ну Надо поцеловать Нет А давай Давай сделаем Кому Ты целуешь И я появляюсь Давай Целуйся Да Ты не мой Принц Поэтому нет Я не принц Я что вам скажу Типа Женщина Я не ваш Принц Боже Я не хочу Целовать Лягушку На трубу Мы оказываем На трубу Давление Давление Это внутри Трубы А да Ну я же Не нефтегазовый Специалист Я не знаю Они были Здесь Часа Три Назад Пошли туда Поэтому Пойдем туда Чтоб С ними Не встречаться Иди-иди Смотри Саша Саш Сделай Кате Бутерброд Ну понятно Я поняла Зачем ты его взял За романтику Расскажем Моих краеведы За романтику